Доброго вам времени суток. Давно хотелось снять это видео, но вот решился только сейчас. Перед нами радиоприемник из 70-х, Океан 209, производственного объединения «Горизонт». Сейчас, в 2022 году, возникают, конечно, некоторые неудобства из-за прослушивания радио. Вот УКВ-диапазон, он коротенький, и ловят только три китайских радиостанции. Китайцы, кстати, вещают на УКВ-диапазоне, на КВ-диапазоне. Ну и возникает вопрос, что делать? В принципе, этот приемник, как предмет интерьера, тоже очень красивый. Но, помимо варианта с переделкой этого радиоприемника, там планку сзади ставят, китайскую или там самодельную, можно флешки вставлять, там еще что-то, есть более простой вариант. Подключайте просто MP3-плеер. Находим FM, радио, да? В России впервые за полтора месяца зафиксировали замедление темпов распространения коронавируса. Об этом заявила руководитель. Ну, это, видимо, у нас перед выборами. Словом, пик заболеваемости ковидом в России преодолен. При этом Попова отметила, что предстоящий эпидемический сезон по гриппу в нашей стране будет достаточно напряженным. В Японском море проходят масштабные военные маневры. И при этом радиоприемник не подключается к сети. Он автономный. Но, замечу, это только радиоприемники, изготовленные приблизительно до начала 80-х годов. Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась в Минпромторг с просьбой дать разъяснение, может ли бизнес возить в страну по параллельному импорту иностранные товары, которые созданы усилиями... Вот такое вот наблюдение. Я вам сейчас рассказал. А приемник мне просто изначально понравился своим дизайном. Спасибо вам большое за просмотр. С вами остается утреннее шоу «Первая смена Ретро-ФМ». Всем хорошего дня.